Павел Николаевич, КПРФ планирует какие-то протестные акции? 23 февраля будет акция, но она будет связана с тем, что предложение КПРФ через Госдуму не проходит, а там национализация, снижение налогов, отсутствие налогов у бедных и повышение налогов для богатых. Там есть целый перечень того, что КПРФ предлагает сделать. Отмена пенсионной реформы? Отмена пенсионной реформы, многое что есть. И это разрешенная акция. Это не то, что предлагают люди выходить без санкций. Я абсолютно убежден, что если бы тогда, когда КПРФ организовал митинг против пенсионной реформы, вышло не 100 тысяч, а миллион в Москве, никакой бы пенсионной реформы не было. КПРФ, кстати, за пенсионную реформу с точки зрения, что нужно пенсии поднимать, что нужно платить не такие гроши, которые сейчас платят работники совхоза, потому что мы все просто в шоке. Начинаем считать пенсию, у нас очень высокие зарплаты у всех работников, а получают они копейки. Зачем же тогда мы наполняли эту пенсию? У нас всегда была белая зарплата. Да, она была высокая, но она всегда была белой. И после этого вдруг ты понимаешь, что ты работал, платил большие очень взносы, и вдруг ничего не получаешь. А получают какие-то чиновники. Вот пенсия чиновника, вот ее нужно уменьшать, потому что он не только пользу, он вред принес. Вот сейчас, подавляя какие-то итоги развития района, можно сказать, что район оказался в ситуации именно в такой, нельзя выехать, нельзя работать, начать, нельзя ребенка в школу и в детский саду строить. Именно потому, что эти чиновники и эти депутаты принимали вот эти решения. И их нужно призвать к ответу, а им повышенную пенсию, они еще в последнее заседание совета, они себе еще деньги на питание выбили. Недовольство растет. Ну а почему оно должно не расти? Потому что доходы населения падают, свободы, ну там, вы можете пойти в магазин, забыв маску, и вас начнут крутить просто по определению. Хамство по отношению к людям, ну просто простой человек, позвонил депутату, который, кстати, зампредседателя комитета, зампредседателя совета, и начал говорить, что надо попросить, чтобы в автобусы можно было войти с коляской. Вместо того, чтобы начать регулировать этот процесс, когда мы вас сюда не звали, вы сами сюда приехали, вас сюда никто не тащил, ну вот это хамство, оно не только вот по отношению к депутатам от КПРФ, от Единой России, который ведет это, но еще и просто к людям это хамство, оно прослеживается. Почему это хамство? Потому что они от людей абсолютно не зависят. Они точно знают, что на выборах все подделывают. Сколько бы они там не хамили, люди будут голосовать против них, они выиграют выборы. Потому что за них власть. И они подделывают любые выборы. Почему они так безнаказанно себя ведут с точки зрения захвата земель, например? Они точно знают, что за ними власть, она всегда их прикроет. Всегда уголовное дело будет закрыто. Но в лучшем случае, как это случилось у нас в районе, одного главу поменяет на другого. Такого же исключительно. Тоже из «Единой России». То есть он поворовал где-то в одном месте, но пришел сюда поворовать. Потом еще куда-то. Потому что они в обойме. Они все вроде как делятся, видно, с кем-то. И поэтому вот и все. Выборы не работают, суды не работают. Как власть-то менять? Еще раз. Если придет 20% населения, а власть добивается того, чтобы люди не пришли на выборы, потому что как вы не придете, все будет так, как мы скажем. Но если придет 100% населения, они не смогут фальсифицировать. Ну просто невозможно будет. Если, например, я же говорю, если бы вышло там 2 миллиона человек на протест против пенсионной реформы, никакой бы пенсионной реформы не было бы. Это точно. Потому что главная логика власти, ну вот видите, большинство-то не выходит, значит оно за власть. Я слышу это постоянно, что количество вышедших маленькое, а количество тех, которых как будто бы согнали на поправку Конституции, их же большое. Слушайте, ну да, три дня мы видели, как это все происходит. Бюджетные рабы, работники госкорпорации, силовики, им просто конкретно сказали, ну такая масса, им сказали вакцинироваться, они все пошли и вакцинируются. Им сказали там, допустим, бить женщин дубинками по голове, они бьют. Есть такие люди. Что в результате получится, мы историю России знаем очень хорошо. Согласованы массовые процессы, массовая явка на выборы, ваши рецепты. Конечно. В 21-м году какие прогнозы? Не может быть никаких прогнозов в 21-м году, потому что никто не знает, как все разворачиваться будет. Кто-нибудь вообще знал, например, что правительство поменяет в январе 20-го года. Кто-нибудь знал об этом? Прогнозировать в России что-либо, особенно политические процессы, просто невозможно. Потому что это процессы, они очень быстрые. Все говорят, ну вот там слабая власть в Европе, они долго принимают решения. Да, у них процедура. Вот, например, санкции мы можем наложить за два дня, а если нужно по щелчку, и Госдума соберется, и Совет Федерации, что угодно сделают. И задним числом. А там процедура, там ничего такого нет. Поэтому решения взвешенно принимаются. У нас очень интересно, мне показательно было, интересная вещь, поправки в Конституцию принимаются. И кто-то договорился о том, что будут досрочные выборы. И представитель Единой России, вот типичный представитель Единой России, с этим вопросом влез. Один влез, что нужно обнулить сроки, а другой влез на то, что нужно быстро сделать, то есть изменить систему и проголосовать, выборы назначить на 2020 год. Все, Единая Россия, там большинство, они уже были готовы. И пришел президент Российской Федерации. И где-то в кабинете его, я даже знаю кто, переубедил. И он встал и сказал, что, знаете, один вопрос, да, согласен, а второй, ну, надо подумать, ну, нет смысла никакого это делать. Сразу же эти великие парламентарии из Единой России отозвали эту поправку и мгновенно все переделали. Ну, потому что один человек решает. И поэтому это не демократия никакая. Это другая система. Поэтому, кто знает, что будет в 2021 году, честно, я думаю, что знает один человек. И как он скажет, так и будет. Но это, с одной стороны, вроде хорошо, а с другой стороны, очень плохо. Когда у тебя непредсказуемые действия, ну, вот никто не мог предсказать, например, изменение Конституции. Ну, потому что эти вопросы решаются на Конституционном собрании. Они решаются с учетом мнения населения. Не такого, как вот было на пеньке, да, значит, за три дня отменяем пандемию и быстро голосуем. А вот давайте всенаводное обсуждение. Потому что коммунисты предложили 15 поправок основополагающих. Отмена пенсионной реформы, изменение отношения к национальным богатствам, бесплатное образование. ну, там 15, ну, в общем, то, что было написано в программе на президентских выборах, все это они предложили. И широкое обсуждение, открытое, гласное, показало бы, что люди-то вот именно за это. Вот. то это было бы нормально. А так, это что сделали? Взяли псевдо, скажем так, ну, внесли изменения. Прошел, сколько уже, больше полгода, да, что улучшилась жизнь, что пенсии поднялись, как обещали, что медицина стала бесплатной и улучшилась медицина, что произошло? Ну, да, кому-то попало дубинкой по голове. Кто-то там, допустим, потерял работу. Я вот читал, в январе 650 тысяч людей, потеряло рабочие места. Вот. А правительство, что сказал, кризиса нет. Именно за это, за то, что предлагает, ну, я считаю, что у нас одна оппозиционная партия, это КПРФ, именно за это надо голосовать, по идее, за их предложение. Монтит, вместо этого репрессии против членов КПРФ и тех, кто рядом с ними, которые их поддерживают, это закручивание гаек. Это вот я недавно видел, когда-то главный милиционер страны говорил о том, что если полицейский начинает нарушать закон и бьет вас, вы можете ударить в ответ. Теперь, даже если полицейский нарушает закон, делает что-то вообще непотребное, ты не можешь даже пикнуть, потому что как только ты пикнешь, ты будешь обвинен сопротивлением полиции и сядешь лет на 8-10. Вот и все. А такие случаи уже были. Знаете, чем этим пользуются? Я тут читал. Парень с девчонкой садятся в машину, к ним подбегают люди в штатском и пистолетом тычут и говорят, что так, полиция, срочно пройдемте с нами. Сажают его в соседнюю машину, а потом начинают вымогать у него миллион рублей, потому что оказалось, что это бандиты обыкновенные. Но учитывая то, что теперь не разберешься, бандита от полицейского отличить практически невозможно, потому что и документы можно поделать. А тут они нарушают закон по определению, потому что хоть представьтесь, я, кстати, видел видео очень интересное, человек входит в лифт в своем доме, за ним заходит человек и ничего, ни слова не говоря, начинает его крутить, закручивать руки. Тот начинает сопротивляться, вырывается из лифта, к нему подбегают еще двое и начинают его тоже, видно, там не слышно звука, но видно по видео, что они не говорят ему ничего, то есть они не представляются, не показывают документов, ну и начинает его, грубо говоря, любой мужчина начинает сопротивляться, естественный процесс. 8 лет за сопротивление сотрудников ФСБ, которые не представились, ничего не сказали и начали его просто, скажем так, лишать свободы. То ли это педофилы, то ли это, ну там не знаю, кто это мог быть, объяснить это невозможно. Сейчас вот увидел видео, где на разгоне демонстрации, ну пусть не санкционированные, они заклеили себе эти, как они называются, жетоны, ленточками, чтобы не было видно, скажем так, номера жетона. Ну зачем тогда жетон надел? Ну если тебе сказал начальство одень жетон, ну зачем же заклеивать цифры, хоть будешь знать, с кем ты общаешься. Да, ну это норма. Кого-нибудь после этого наказали из этих полицейских, кто-нибудь слышал? Нет. Человек идет, к нему подходит женщина, он бьет ее ногой прямо в этот живот. Если это был штатский, что это такое? Ну тюрьма вообще на самом деле. А если это офицер? Забрало, запотело? Да у тебя же открыто забрало, на видео все видно. И что, какое нарушение? Ну извините меня, я в стрессе. Слушай, вся страна в стрессе, но никто же не бьет полицейских просто так. Я считаю, что люди признаны защищать, а они признаны защищать, они присягу давали, они признаны защищать не олигархов, а людей, простых людей от бандитов. Даже если эти бандиты чиновники, они должны защищать. И что в этом такого? Нарушение закона. Должно караться. И не важно, кто нарушил закон. А у нас как-то все однобок. Но вы видите, как протестная активность растет или нет? Нет, она будет расти. Пока власть не перестанет слушать только саму себя, а не начнет слушать жителей, граждан, она будет расти. Мы с тобой протесты видели какие? ШИЭС. Это протест за что? За экологию. За экологию. Что, власть слышала его? Пока там не начались народные волнения фактически, и не нашли другое место для захоронения мусора из Москвы, что этот протест прекратился? Мы видели протест, когда в Башкирии священную гору пытались уничтожить. Протест дошел до прямого противостояния. Мы в Московской области видели протесты. Ядрово, Коломна, ну там куча. И что в результате? Власть услышала? Ну она просто скажет, ну тут ничего. И поэтому ты говоришь, будет ли нарастать напряжение в обществе? Да, оно будет. Пока власть не перестанет заниматься собой, застройщиками. Вот сейчас вот они реально делают протест в Ленинском городском округе. Ну потому что это невозможно. Слушай, два часа выезжать из пригорода лесное для того, чтобы попасть на работу в Москву, они дождутся протестов. У нас тут было, что люди приходили, давайте перекроем Каширское шоссе. Я их уговорил не делать этого. Потому что то, что происходит у нас в совхозе, оно действительно вызывает протест. Мы не можем полтора месяца попасть во дворец культуры. Вчера какие-то непонятные люди, я имею в виду эти, охранная фирма, которой никто до сих пор не может показать договор, не пускали зам директора по строительству для того, чтобы обследовать подвал. А нам в этом году надо капитально ремонтировать дворец культуры, там вентиляция, кондиционирование, канализация, водоснажение, все трубы должны быть поменены. Для того, чтобы сделать проект, необходимо зайти туда вместе с проектировщиками. А мы попасть туда не можем. Причем там стоит наше имущество, эти клоуны и все остальное, значит, все имущество наше, а какая-то шушера не пускает работников совхоза во дворец культуры. Что в договоре есть такая строка? Нету, нету. Они как будто. Слушай, мы написали уже три жалобы в прокуратуру, но поскольку за этими, за этой шушерой Единая Россия стоит и руководители, я думаю, не только района, но и области, то они ничего не делают. Полиция ничего не делает. Это катастрофа. Но с другой стороны, люди страдают, и они начинают раздражаться, естественно. Они начинают, последнее я видел видео, где женщина уже не может задержаться, матом их посылает, потому что достали. Главное, ты понимаешь, это иногда, я вчера вел переговоры, мы подписали договор со спортом, с центром спорта, и до сих пор денег не получаем. Почему? Потому что какой-то юрист решил, что если есть протокол разногласия к этому договору, значит договор не действует. Я говорю, подождите, секунду, 29 декабря мы там все, что угодно делали, мы подписали с вами договор, а денег вы не платите. А договоров на коммунальные услуги, на воду, на канализацию, на отопление, на электричество до сих пор нет. И вы будете говорить, что директор совхоза плохой, потому что, я им сказал, 19 февраля я вам отключу все. А если деньги не придут в соответствии с договором, то вообще перестанем вас спускать. Ну потому что вы же не платите. Мы вас кредитуем и кредитуем. Управляющая компания работала, работала весь год, до сих пор ей не заплатили за прошлый год за обслуживание территорий. Сейчас мы выиграли уже суд, потому что суде показали, что акты выполненных работ, фотографии, все было. Местная власть, теперь городского округа, игнорирует, не платит денег вообще, 6 миллионов должна. Мы за деньги, которые должны были потратить на посевную, рассчитываемся с энергетическими компаниями, с газовиками. Долг ПТО городского хозяйства больше миллиона, они нам не платят заводу в деревнях. Я говорю, слушайте, я давно уже должен все был, совхоз, отключить все, потому что мы вас не можем кредитовать постоянно. Ну да, сейчас выиграли суд, да, там насчитали пений, вот, и они нанесли ущерб уже бюджету, а отвечать, это как раз вот тот случай, когда безответственность полная. И сегодня разговариваю с замглавой администрации, говорю, слушайте, а вы поймите, она говорит, а актов выполненных работ нет. Слушайте, тот человек, который должен был подписывать акты, не подписывал их весь год. Есть уведомления, почтовые, напрямую расписано, что получили акты, но не подписывали их. Почему не подписывали, непонятно. Судья посмотрел на них, сказал, вы что, офигели, что это все? Муниципальный контракт вы не выполнили, хотя работы все выполнены. Но денег не заплатили, ну вот, поэтому и пений. Так это ущерб, и они чувствуют полную безнаказанность. Поэтому я, конечно, сегодня вышел из себя и сказал, что главе администрации, которая проработала год, надо писать заявление, об уходе уйти. Он не может руководить. Обыкновенное здание муниципальное он подключить даже к электричеству, к воде, к канализации не может. Он не читал, и его подчиненные не читали законы. Они не знают, что такое есть постановление правительства, как оформляется заявка на подключение, что делают. Вот сидит и только рассказывает, что вот, совхоз Ленина плохой. Плохому танцору всегда что-то мешает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok